Смотрите, я только что сообщил нашим зрителям новость, с утра был подбит БДК, большой десантный корабль в Бердянске, который, ну мы не знаем, что он перевозил, насколько я помню по своей армейской службе, он перевозит что-то там, по-моему, около 40 БТРов, или может перевозить 20 танков, или до полутысячи личного состава там. Ну в зависимости от экипировки, там 350, 400, 500, ну насколько тяжело экипированы. То есть это значит, что ну вот такой урон, собственно... А он затонул этот корабль, простите, что перебивает? Вы знаете, я не могу этого понять до конца, потому что он точно подбит, он точно горит. Насколько я понимаю, он подошел в порт, он, я так понимаю, начал выгружаться, ну поскольку рядом еще повреждено два корабля. То есть скорее всего он находится вот в зоне порта, поскольку там ну нет такой глубины, чтобы он просто весь там закрылся, но вы же понимаете, что он будет там полузатоплен, он будет... Мы... Все-таки это вражеская территория. Нет, если он полузатопленный, он выведен из строя безвозвратно. Если, допустим, он просто поврежденный, там есть потери, но он может уйти и восстановиться, это хуже. Нет, он не может уйти, насколько мы понимаем, потому что все-таки оценить на 100%. И кроме вот этой новости, которая всех, ну как бы вдохновляет с утра, эта новость хорошая у нас, я только что говорил с моим старым приятелем, с моим другом, который два дня провел на передовой. На севере от Киева вражеские части отброшены на несколько десятков километров, где-то на там 20, где-то на 30. Часть подразделений российской армии взята в окружении, взята в котел. Это тысячи, это тысячи российских солдат и офицеров, которые находятся в котле, откуда они вырваться не смогут. Конечно, им бы лучше сдаться и выжить, потому что условия содержания у нас принципиально хорошие для взятых в плен, потому что это вопрос принципа для Украины. Доказать всему миру, что мы являемся европейцами, мы по праву стремимся в Европейские союзы, поэтому, естественно, все конвенции, прежде всего Женевская конвенция, у нас неукоснительно соблюдаются. У нас за состоянием и содержанием пленных специально следят и военная полиция, и приглашены иностранные специалисты, которые видят, что с пленными у нас обходятся строго в соответствии с конвенциями. Никаких, даже близко к ним каких-то репрессий не применяется. Но, что мне рассказал мой друг Валера? Он мне рассказал, в общем, очень красочно, я подробности опущу, то же самое, что мне говорили другие. Ну, очень похоже, что российский личный состав употребляет какие-то препараты, то есть это то ли амфетамины, то ли какие-то, потому что то, что они творят, вот насколько они безбашенно относятся к собственной жизни, то есть они реально в каком-то состоянии ненормальном, буквально лезут на горы трупов, там погибают. И есть большое подозрение, что российская армия выдает своим солдатам искусственные стимуляторы. Это уже не первый человек мне подтверждает. Что вы можете сказать по этому поводу? Ведь это еще одно преступление путинского режима уже по отношению к своим гражданам. Потому что, ну, это вообще запредел. Я у вас хотел сначала задать вопрос. Вот эта программа компенсации материальных за, там, привез танк, получил столько, прилетел самолет, получил столько. Работает, получается у вас сейчас вот с этой программой? Да, смотрите, я не являюсь официальным лицом, который представляет там вооруженные силы Украины и это самое. Я только то, что я знаю. Насколько я понимаю, что вот уже есть первый солдат, который действительно привел технику, его показали. Ему на счет, ну, в общем, там ему официально объявлено, что он является обладателем вот этой суммы. Эта сумма будет ему выдана только после, ну, естественно, ну, поскольку все захваченные в плен содержатся в определенных условиях, их нужно, они дадут показания, их вежливо допросят, они все это сделают. Понятно, фильтрационные, фильтрационные лаги. Далее нужно понять, насколько, смотрите, дальше нужно понять, этот солдат захочет ли он попросить убежище в Украине, он захочет это самое. Ему эти деньги будут выданы обязательно. Да, это будет 100%, потому что, ну, скажем, если человек напишет официальную бумагу, что он боится преследований, что он просит предоставить ему убежище, причем он захочет убежище, будет это рассмотрено в Евросоюзе, потому что это тоже вопрос принципа. Это вопрос принципа, и то же самое касается не только белорусских, это касается российских солдат, это касается и белорусов, которых могут погнать в нашу сторону. Обязательно будет компенсация за сдачу в плен техники, это будет, это вопрос просто принципа. Люди, которые захотят показать, ну, вы понимаете, что без разрешения этого человека его показать никто не может, только его добрая воля может быть. Это понятно, это все понятно. Вам просто нужно, я извиняюсь, что перебиваю, я почему задал этот вопрос, потому что мне кажется, что сейчас вот та ситуация, когда начались контрнаступательные операции, когда завязана армия, вот в этих условиях сейчас, если эта программа будет более широко доведена до личного состава армии, то я бы, например, предполагал, что это будет обретать все более и более массовый характер, чего я рекомендую, раз уж появились первые ласточки такие серьезные, значит это надо делать. Что касается применения всяких там спецсредств российской армии, там, или командования, ну, я просто напоминаю тот исторический опыт, который был, да, в России, в Советском Союзе. Вы же помните, что на фронт поставляли спирт, и в атаку не шли без того, чтобы там принять по 100-200 грамм, ну, там 100-150 грамм для того, чтобы, вот, как бы, так сказать, снять страх, снять стресс, снять, потому что люди, потери были гигантские, огромные, и для того, чтобы солдаты и офицеры воевали, они, ну, по сути дела, ну, может, не пьяные воевали, но, в общем, в состоянии таком эйфории. Я думаю, что эта практика была очень дешевая. Что такое спирт? Да спирт, он ничего не стоит, копейки. И поэтому туда поставлялся в армию спирт, и в немеренном количестве солдаты каждый день его употребляли, особенно те, которые там в бою, в окопах и так далее, им и соглашено, но правда. Вот, поэтому, я думаю, что что-то похожее может быть. Конечно, сейчас, вот мы проанализировали тут с некоторыми людьми, кто воюет сейчас в Украине из нашей армии, все-таки это люди, вышедшие из социальных низов России. И вот по-честному, если так мы говорим, там, даже вот эти особо контрактники, даже часть офицерского состава, это все-таки социальные низы России. И они, конечно, помимо того, что там ему что-то могут давать, они могут и сами потреблять. Давайте по-честному говорить, что сейчас один из основных тестов при приеме силовой структуры, это тест на наркотики, на потребление всяких психотропных, всяких там других медицинских препаратов, которые влияют на психику, на состояние. И очень многих отсеивают сейчас по этим параметрам. А война и такое дело, когда берут всех. Ну, кто подписал контакт, тот и пошел. Поэтому я думаю, что там потенциально, скажем так, людей, привыкшим к каким-то препаратам и наркотикам, достаточно большое количество. Может быть, они ее, как говорится, с собой имеют и знают каналы, как их доставать. А может быть, действительно, это и делается еще с точки зрения там снятия психологического стресса самим командованием. Подозревать мы смело можем, потому что, еще раз подчеркиваю, у нас один из основных товаров, не товаров, а компонентов, поставляемых в годы Второй мировой войны на фронт, был СПИР, который давали всем. Смотрите, то, что российская армия показала, ну, просто чудеса неуклюжести, это признают эксперты всего мира. То, что я слышу с передовой, ну, наши говорят, мы, как бы, все сейчас особо хвастаться не хотим, то есть, как-то, ну, рассказывать какие-то информации, говорит, но мы их тесним очень серьезно. Вот Валера, с которым я говорил, он два дня просидел в окопах, он действительно два дня, ну, уничтожал собственными руками захватчиков. За два дня он очень сильно измотался, он сейчас приехал домой, ну, он находится в сводном отряде, он бывший работник Министерства внутренних дел. Понятно, что это люди, которые имеют специальную подготовку, вот он два дня провел на передовой, вот он сейчас приехал домой в Киев, просто восстанавливать силы, потому что, говорит, чувствует себя, ну, говорит, просто, Серега, я вот ночью приехал, упал, меня просто выключило. Говорит, вот ты сейчас мне позвонил, у меня, знаешь, я, говорит, как, вот как, говорит, просто как, как вот меня, как включили, выключили, говорит, просто вот так измочаленный. Скажите, пожалуйста, ведь мы понимаем, что те, кого он уничтожает, они не могут прийти домой, они не могут отогреться, они не могут отоспаться, они не могут поесть. Вообще российское командование понимает, что без ротации, без замены личного состава на свежий, фактически то, что они делают, это сознательный саботаж. То есть они сознательно сейчас ставят собственную армию. И вот здесь я бы уточнил, недавно такой персонаж, как Гиркин, который является безусловным врагом, сказал, что таким образом военное командование измочалит собственные силы, начнутся котлы, сдача в плен, и наши эксперты говорят об этом. Вот нет ли с вашей точки зрения элементов саботажа со стороны российской армии на каком-то руководящем звене? Не представляется ли вам вероятным то, что уже идет саботаж именно на каком-то уровне командования российской армии? Нет, я в это не верю. Я думаю, что не надо пытаться подменить традиционный российский военный идиотизм какой-то осознанной акцией саботажа. Эти саботажные акции есть, они на каком-то более низком уровне, потому что все начальство, оно кроме халуйской лояльности, ничего проявлять не привыкло. Поэтому здесь вот с точки зрения, допустим, там каких-то генеральских уровней, там саботажа нет, там это просто выслуживание, халуйство, доказание предности, абсолютное презрение к жизням солдат и офицеров, которых посылают в бой, абсолютное желание, так сказать, выдать какие-то там поражения за успехи, чтобы не быть наказанными вышестоящим руководством. Что касается морального состояния российской армии, я же не просто так спросил про компанию, которую нужно, на мой взгляд, расширять по сдаче в плен вместе с какими-то компенсациями, с гарантией убежища получения. Я думаю, что вам, может быть, с поляками нужно переговорить всерьез. Если пойдут сдаваться офицеры и солдаты десятками и сотнями, то вам понятно, что они захотят получить убежище не в Украине, где они досягаемы для мстителей различных, а где-то подальше. Я думаю, что Украине нужно решать этот вопрос с близлежащими соседями, я думаю, они с удовольствием вам в этом помогут. Вот, поэтому мне кажется, что саботаж, если он где-то и есть, то на уровне там батальонного звена, ротного звена, но не выше. А выше это просто дуболомство, вот этот традиционный военный идиотизм. И, конечно, военная команда не понимает, что нужна смена, да, но я вам хочу сказать, что да, вот первые два, три дня, пять дней, любой человек, попадая в стрессовую ситуацию, он, такое у него впечатление, что жизнь кончилась, и что невозможно эти условия выносить. Но человек, извините, такая скотинка, в хорошем смысле этого слова, который привыкает практически к любой жизни. Ну, вы знаете, я... Они жили там годами. Да. Я вот с вами соглашусь в том, что действительно, судя по переговорам, которые перехватывают наши спецслужбы, вот эти российские солдаты, вояки, которые набраны из глубинок Российской Федерации, где низкий уровень жизни, они в переговорах с родителями поражаются уровню жизни простых украинцев, которые... Вот они заходят в эти дома, они заходят в эти квартиры, и они делятся со своими близкими, насколько неожиданно с их точки зрения высокий уровень жизни, предметы там, одежда, дома. То есть они действительно почему-то считали, что уровень жизни в Украине сопоставим с российским. То есть они действительно не понимали, что российский ВВП, который формально, конечно, больше украинского на душу населения, разворовывается колоссально. И что ВВП – это цифра, которая является для них абстрактной, а в абсолютном выражении жизни людей на местах, они поражены вот этим вот контрастом. И вот эти переговоры российских солдат... Просто я хочу вас прервать. Извините, хочу прервать. Вы думаете, они знают, что такое ВВП? Они это воспринимают как Владимир Владимирович Путин в лучшем случае. Поэтому не надо здесь наделять наши вот эти низовые слои социальные, какой-то особой озабоченности об уровне ВВП на душу населения. Я думаю, что они даже не догадываются об этих критериях, многие показатели. Они просто смотрят по практике. Вот говорят, что там у них разруха, их говорили, что там преследуют и так далее. Они идут, смотрят, что люди живут нормально. Не хуже, чем в России, а во многих местах даже лучше. И это их удивляет. Не то, что они там берут мировую статистику, мирового банка или там данные какого-то там ничего, Международного валютного фонда и сравнивают. Вы их идеализируете. Конечно. Смотрите, я не склонен идеализировать вот этого Ваньку, который приехал из Зажопинска. Просто ему же всю жизнь вдалбливали, что Россия богатейшая страна, а в Украине бандеровцы угнетают простых людей. И у него в голове почему-то засело то, что он из чуть ли не богатой России приедет в разграбленную Украину. И мы видим, какой контраст, какое у людей недоумение. Они приехали в страну, которая богаче, более... То есть, понятно, что у нас не Германия и даже не Польша. Это просто сумма. Да. Но вот этот, знаете, очень трогательный контраст, вот это их удивление, что оказывается, они увидели, что пропаганда о том, как они идут спасать разграбленную бандеровцами страну, разбивается о действительность. Вы правы о том, что уровень тех, кто пришел сюда воевать, ну, уровень их развития крайне невысок, но... Сейчас из России массово, сотнями тысяч, уезжают в мозги. Я сейчас не столько про артистов, актеров, общественных деятелей. Вот Невзоров уже попал под уголовное преследование, теперь он вещает из Израиля. Бог с ними, с Чубайсами. Ну, Чубайс свалил, вот флаг ему в руки. Действительно, что там в России делать Чубайсу? Вот. Но из России уезжают сотни тысяч айтишников. Меня, ну, просто, знаете, трогательно поразила реакция российских властей. Они в попытке погасить отъезд айтишников дошли до того, что официально объявили, что айтишников не будут брать в армию, что будет бронь. Понимаете, вот эта вот глупость на уровне власти, то есть они решили остановить отъезд айтишников гарантией того, что их не будут брать в армию. Как вам эта попытка остановить айтишников от отъезда? Обещание не брать их в армию. Как, ну, вот как вы оцените эту дурь? Я уже давно дурь не оцениваю, потому что я уже давно сказал, что Кремль сошел с ума. Причем, видимо, это какая-то особо заразная форма психиатрии. В психиатрии до сих пор, может быть, не описана. Описана только в исторических, так сказать, источниках, не в медицинских. Но то, что они выжили из ума, то, что они впали в глубочайший маразм, то, что они лепят одну глупость совершенно, так сказать, за другой. Ну, например, там, перейти на расчеты за газ и нефть в рублях. Да, ну, я говорю, я написал в своем твиттере, что мало того, что они идиоты, они этого не просто, они даже этого не стесняются, они этим гордятся, что они идиоты. Ну, как вот можно комментировать такие новости? Поэтому другого-то варианта тут нет. Они гордятся тем, что они идиоты. Вот и все. Это относится практически ко всей сейчас законодательной, законотворческой и административной деятельности. Они гордятся тем, что они идиоты. Вот это можно к любой ситуации практически применять это слово. Потому что они, во-первых, опоздали. Айтишники уже все уехали. Или почти все уехали. Вот я там сейчас в гостях на Кипре. Здесь плюнуть не к тебе, чтобы не попасть в русского айтишника. У меня простите вот так за образное сравнение. Они здесь все. Огромные компании, которые работали в Перми, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в других крупных городах, в Москве, в Питере, они все здесь. Ну, не все, но кто не в Америке, кто не в ЕС, не в Германии, не во Франции, они все здесь. Поэтому уже, во-первых, поздно. Во-вторых, конечно, тут радоваться особо нечем, потому что, помимо того, что идет утечка мозгов из России, и там остается дебилоподобная, так сказать, часть населения совершенно оболвальная, превращенная в идиотов жизнерадостных, извините, то ведь в Украине ситуация ничуть не лучше, поскольку огромный масштаб беженцев, он тоже привел к обезлюдению страны. Я понимаю, что это вынужденные меры, я понимаю, что люди бегут от войны, я абсолютно не осуждаю. Но тоже ведь утечка мозгов для Украины, к сожалению, серьезный демографический негативный фактор. Этот фактор был и до войны, этот фактор особенно проявляет себя в войну. И вот здесь мы с вами находимся, к сожалению, наверное, примерно в схожей ситуации, когда утечка мозгов из стран менее богатых, менее зажиточных приобретает характер очень большой беды для нации. Поэтому, увы, да, сегодня в России мозги уезжают, креативные люди, бегут деньги. У меня сейчас нет цифр за февраль, но вот в январе, говорили еще до начала войны, я думаю, что этот процесс усилился, в январе из России ушло 13 миллиардов долларов, 13 миллиардов за один месяц. Это люди, которые чувствовали, что война может быть, да, еще не было ее, она началась 24 февраля, но они уже понимали, что на всякий случай сваливать надо, по крайней мере, деньгами, капиталами, активами. Что сейчас творится, я не знаю, я думаю, сейчас там будет статистика всяческим образом в России шельмоваться, но отток креативного класса, способного к предпринимательской деятельности, к развитию, к науке, к внедрению современных технологий, к созданию каких-то там, к медицине, к чему угодно, конечно, он приобретает характер национальной катастрофы. Вы знаете, Геннадий, я, ну, чуть-чуть знаком с этой темой, вы, безусловно, правы, что сейчас отток совершенно очевидный из Украины уехали миллионы людей, могу сказать только, что, ну, вот, то, что мы видим сейчас, во-первых, около полумиллиона мужчин вернулись назад в Украину, то есть остались за границей преимущественно женщины и дети, поэтому этот процесс не настолько, ну, вот, как вы описываете, катастрофический. Вот потом, немножко разбираясь в теме, у меня есть друзья-айтишники, могу вам сказать, что вы частично правы, частично наши айтишники едут, но к нам существовал и до сих пор существует приток айтишников, не поверите, из России. Очень много людей из России айтишников переехали к нам в Украину. Они переехали в том числе во Львов, даже в Киев, вы понимаете? То есть русские же айтишники поехали куда? Они понимают, что в Лондоне им просто, ну, придется работать, извините, не айтишниками, там будет перебор. Все-таки да, они хотят оставить свою специальность айтишниками. И поскольку переизбыток айтишников в Амстердаме или Нью-Йорке, то они понимают, что в Украине они смогут остаться айтишниками, и они приезжают к нам. Огромный переток айтишников в Украину прошел из Беларуси. Это тоже десятки и десятки тысяч высококачественных специалистов, которые предпочли, они сейчас находятся во Львове, в Ивано-Франковске, и они осели здесь, они купили здесь квартиры, многие позаводили семьи, и они, отвезя семьи свои за границу, вернулись сюда. И, безусловно, вы правы, что отток вообще людей из зоны конфликта неизбежен. Но у нас очень отличается ситуация от России. Из России айтишники хотят убежать, ну, извините меня, от слова «все». Вот «все». Они не видят перспективы работы в принципе ни через год, ни через пять, ни через десять. При режиме Путина они исключают перспективу в принципе работы в России. В Украине же, ну, после окончания военных действий, айтишникам не грозит ровным счетом ничего. Наоборот, как говорят специалисты, говорят, это перспектива развития. Потому что страна будет восстанавливаться. Безусловно, вы же понимаете, и я считаю, об этом нам нужно говорить и объяснять россиянам, что все деньги, которые украдены из российского бюджета и заморожены на Западе, будут потрачены на восстановление Украины. Все вот эти золотовалютные запасы, все вот эти яхты, все, что как бы принадлежит государству Российская Федерация, будет изъято в счет покрытия убытков. И, естественно, здесь будут отстраиваться все дороги, инфраструктуры, разрушенные предприятия. И Украина, безусловно, после окончания войны будет входить в европейский выбор. И поэтому, как говорят специалисты, вопрос ближайших лет и времени, когда в Украину, наоборот, потянутся за инвестициями и за деньгами специалисты, которые будут эти деньги осваивать. Благодаря же Путину, вот вы понимаете, ведь россияне же должны понимать, что Путин фактически перспективы развития и прогресса для своей страны просто убил. Вот Путин крал, крадет и собирается красть будущее целых поколений. Он уничтожает и крадет будущее России и россиян. Я на эту тему давно высказался и написал, и в Твиттере, и в Фейсбуке я написал, что, возможно, Путин привел Россию к концу ее истории. Очень на это похоже. Такое бывает. Ничего нет в мире вечного. Россия существовала там сколько-то столетий, а вот наступает такой период. Ну, Советский Союз тоже существовал достаточно долгое время в рамках той же Российской империи. Это не только 70-летие советской власти, а сама большая Российская империя существовала там еще много-много-много лет. И там даже в больших границах, чем СССР, пожалуй. Но в 91-м году Советский Союз приказал долго жить. Почему это не может произойти с Россией? Как раз вот с Россией ту, которую Путин привел на грань геополитической катастрофы. Поэтому я, например, считаю, что если вот что-то сейчас серьезное, более серьезное произойдет, то я думаю, что у России вообще, может быть, как суверенное целиковое государство, державы нет будущего. И вина в этом путинского режима. Абсолютно историческая, моральная, нравственная, юридическая. Полностью лежит на путинской клике, которая завязала вот эту войну против всего мира. По сути дела сейчас идет война на территории Украины против всего мира. Брошен вызов всем ценностям цивилизации, то, что делает Путин. Это нам очень хорошо понятно. И понятно то, что если там... Вот опять-таки самое главное сейчас, все, что вы рассказали, все очень здорово. Я это и так понимаю. И если честно сказать, наша семья думала о том, чтобы переехать в Киев. И все-таки это хороший, прекрасный город. Мы там много раз бывали. Любим Киев. Но война, она остановила эти планы. И вопрос только в одном. Вопрос все, что вы сказали, все здорово, замечательно. Я и все сам желаю это Украине, украинцам всем. Но вопрос только в одном, что нужно получить прочный мир с гарантиями безопасности. А вот это пока Путин в Кремле будет сделать крайне сложно. Крайне сложно. И вот мы тут тоже каждый день проводим мозговые штурмы, обсуждаем. И вот мы сейчас с Дмитрием вместе со старшим сыном постоянно на телефонах с российскими политиками. И в изгнании, и не в изгнании еще есть кто остался. И вот у нас буквально два дня назад высказывался такой довольно пессимистический, не очень хороший вариант. Что какой выход для Путина из этой войны договориться невозможно о прочном мире. Потому что Путин хочет унизительного мира для Украины, а Украина на него никогда не пойдет. И поэтому мы предлагаем, предполагаем, что Путин может захватить какие-то территории дополнительные к тому, что уже было захвачено, заключить перемирие на неопределенный срок. На этих границах будут постоянные стычки, постоянное нагнетание ситуации, постоянная истерика, постоянные угрозы в достаточно длительное время. И это все может затянуться на годы. Ну, по крайней мере, точно на многие месяцы. И вот это самое плохое для Украины, что может быть. Мы, конечно, хотим, чтобы был другой вариант, когда там войска выводятся, признается поражение, когда там выплачиваются контрибуции и так далее и тому подобное. Это идеальный вариант. Но вот до него надо... Да, у нас, по-моему, гость... Туда придут и российские зарубежные инвестиции, и сотни миллиардов долларов, и Запад окажет помощь почти как план Маршала для Германии. Все будет замечательно. Только вот в эту пору прекрасную хотелось бы очень пожить, но до нее надо дойти, до этой ситуации, когда прочный мир и гарантия безопасности в Украине будут обеспечены всем миром. Да, хорошо. Мы благодарим нашего гостя. Геннадий, спасибо большое, что вы были с нами эти полчаса. Будем обязательно вас звать. Огромное спасибо. Привет вашему сыну. Он тоже очень часто бывает у нас в эфире. Надеюсь, с вами лично пообщаться в Киеве. Вам жизни, здоровья, безопасности и оптимизма. Да, спасибо большое. Я радуюсь. Да, спасибо, благодарим нашего гостя.